Я Мария Шурочкина, и сегодня я задерживаю больше вопросов о артистическом свинке. Мы не дышим под водой, мы задерживаем дыхание и опускаемся под воду. Так как во время упражнений и программы мы постоянно двигаемся, очень трудно задерживать дыхание надолго. Поэтому максимум минута полторы. Но наш доктор проводил нам тест, он засекал время, мы просто сидели на стуле ровно. Он засекал время, и у меня было 4 минуты. Ровно 4 минуты, я чуть не потеряла сознание. У нас под водой сидит несколько водолазов, и они играют на оркестре. Нет, на самом деле это шутка. Специальные приспособления, специальные динамики подводные, через которые играет музыка. И мы слышим музыку на поверхности, и точно такую же музыку под водой. Оркестры нету. Используем водостойкую косметику, которая не смывается. Плюс выступление идет не так уж и долго, 3-4 минуты, оно за это время не успевает смываться. Выходом на старт стоит человек, который проверяет яркость нашего макияжа. Он может быть слишком ярким, и могут попросить его смыть, потому что за это могут снизить оценку. То есть не так давно у нас велись правила, что должен быть такой устойчивый и приемлемый макияж, не очень яркий. Это очень трудный вопрос, потому что в основном вода попадает в нос. То есть как бы ничем не закроешь нос, руками мы работаем, а те, кому повезло с губами, и у них большие губы, они могут сделать вот так. Ну то есть губой закрывают ноздри. Но у меня нос он немножко поднятый, губа не такая большая, и я не достаю. И я в такой ситуации потерплю фиаско. Да. Или надо, ну, выдыхать как бы воздух. Но когда выдыхаешь воздух, ты сразу идешь ко дну. В общем, это то, чего больше всего, наверное, боится синхронистка. Самый главный страх синхронистки – потерять зажим. Есть еще девочки с необычным строением носа, у которых, которые вообще выступают без зажима. Например, Вирджиния Дидье – одна из таких спортсменок. У нее никогда не было зажима, ей туда вода просто не попадала. Да, это уникальные люди, но их немного. Если ногами вверх, то мы работаем руками. В основном это вот такие движения или вот такие. А если мы головой вверх, то ногами мы работаем. Это называется экбита. И все это за счет только наших конечностей. Он не портит волосы, и он очень хорошо и крепко может зафиксировать прическу. Когда мы делаем пучки, у нас волосы болтаются, и их надо, необходимо их зализывать. Лак не подходит, потому что он смывается, а желатин он покрывает коркой. И смывать его просто в горячей воде, там, три раза шампунем он смывается. Чтобы их было лучше видно издалека, чтобы это тоже некое артистическое впечатление. Потому что чем красивее необычный купальник, тем, естественно, взгляд притягивается к спортсменкам. Вот. Но есть тоже определенные критерии, потому что, например, не должно быть очень много сетки прозрачной. Есть некие критерии, но в целом, как бы, можно яркость цветов менять какую угодно. Ты можешь выходить как угодно, тебе дается на это 20 секунд, что ли. 20 секунд, если ты уходишь за 20 секунд, тебе могут снизить оценку. Но как выходить, в каком темпе и какой окраской, это все на твое усмотрение. Чем ярче, тем лучше. Необычный выход, он всегда притягивает внимание. Ну, мы, я не знаю, переворачиваем. Мы переворачиваемся, работаем руками. И, получается, держимся за счет рук. А еще могут быть некоторые элементы, где девочки могут держать снизу других девочек. То есть, это некая помощь, и плюс это необычные элементы. Как бы, вы видите только то, что сверху девочка высоко, а на самом деле снизу ее держат. И ощущение, что она просто сама такая высокая. Все, что происходит в синхронном плавании, это только за счет наших рук и за счет наших ног. И чтобы быть под водой, нам нужно все время прикладывать усилия. Так же, как и чтобы быть над водой. Но есть небольшой секрет, но мы, в принципе, не пользуемся. Можно выдохнуть воздух. Если это интересует обычных людей, как уйти под воду, то можно просто выдохнуть воздух, и вас по-любому потянет ко дну. Каждая из нас, она по-своему уникальна. И я очень рада, что наш спорт, он развивается. Постоянно приходят новые гениальные спортсменки, очень талантливые. С каждым годом прогрессирует наш спорт. И я очень надеюсь, что люди будут интересоваться им, узнавать и приводить своих детишек в этот прекрасный вид спорта. Продолжение следует...